В мире развернута активная подготовка 75-й годовщине со дня великой победы над фашизмом. Для нас это самый святой и самый радостный праздник, хотя действительно со слезами на глазах. Мы заплатили за эту победу неимоверную цену. 75 миллионов виноват, 27 миллионов лучших сынов и дочерей нашей державы полегли, освобождая Европу, освобождая мир от коричневой чумы. Только что совершен жуткий акт вандализма, снесен памятник в Харькове четырежды герою Советского Союза, одному из самых гениальных полководцев человечества Жукову Георгию Константиновичу. Это не просто снос памятника нацистами и бандеровцами, которые захватили под руководством ЦРУшника власть на Украине. Это плевок всем в души, в лицо всем, кто сражался с фашизмом. Сейчас Европа готовится к 75-й годовщине со дня высадки в Нормандии своих войск. Все приедут представители, трамп готовится. Я думаю, они обязаны возвысить свой голос. Голос протеста против этого акта редкого вандализма. Ведь Жуков принимал в Карлхорсте, в Берлине, акт о безговорочной капитуляции фашистской Германии. Жуков руководил всеми крупнейшими военно-стратегическими операциями. И каждый солдат, офицер в нашей стране и в мире знал там, где Жуков, там победа. Жуков – это символ геройства и патриотизма. Именно он принимал в июне 45-го на легендарном параде на Красной площади рапорт Рокоссовского. Именно он с Мавзолея выступал, обращаясь ко всему миру и всей стране с призывом больше никогда не повторять той трагедии. А для этого надо объединиться и сплотиться всем патриотическим силам. На мой взгляд, и верховный главнокомандующий Путин, и министр обороны Шойгу, и все государственные институты нашей страны должны восстать против этого акта вандализма. На мой взгляд, все последние годы в той или иной форме эти акции или этим акциям или потакалось, или иногда поощрялось влиятельными силами, которые есть в нашей стране. 600 тысяч лучших сынов и дочерей положили мы, освобождая Польшу, но я не видел активного противодействия против сноса памятников советских воинов, которые были развернуты в Польшу. Маршировали по улицам Риги бандеровцы, нацисты и националисты, лесные братья, показывая пример всей остальной Европе, что фашизм жив и что они продолжают издеваться над русскоязычным населением. Я не видел протеста ни в Совете Европы, ни в Европарламенте. Бандеровцы, нацисты силой захватили власть в Киеве, эта власть поощрялась со стороны крупнейших государственных деятелей Европы, пытаясь унизить всех, кто сопротивлялся этому нашествию. Полный рост поднялись против нацизма и бандеровцы наши соратники, союзники и друзья на Донбассе. Мы давно призывали признать Донецкую и Луганскую республики, это их была воля не подчиняться нацизму бандеровцев, это было их право говорить на родном русском языке, это их было право защищать свои шахты, заводы, школы. И тем не менее 5 лет продолжаются бомбардировки этого потрясающего региона, который в свое время был главной индустриальной кузницей Великой Советской Державы. И здесь мы с опозданием решили выдавать паспорта и никак не осмелились для того, чтобы признать Донецкую и Луганскую республику. Признали Южную Осетию и Абхазию, никто там не стреляет, республики достойно развиваются. На мой взгляд, сейчас надо всем сплотиться для того, чтобы остановить эти акции произвола и насилие, которое продолжает катиться на ридной Украине. Недавно избрали президентом Украины Зеленского. Да, у него нет опыта, да, у него нет партии. Но он в ходе своей предвыборной агитации прямо заявил, что он против войны, что он за нормальный диалог с нашей стороной, что он будет все делать для того, чтобы наступил мир на многострадальном Донбассе. Вместо того, чтобы поощрять и поддержать эту инициативу, еще две недели не отработал, начинают склонять на всех телеканалах, газетах. На мой взгляд, это недальновидная политика. Помогайте и развивайте контакты с патриотическими силами. Помогайте тем, кто отстаивает русский язык на Украине. Создавайте нормальные условия для торговых и экономических отношений. Все делайте для того, чтобы поддержать предприятия Луганской и Донецкой республик. Оказывайте помощь детям. По нашей инициативе мы уже приняли здесь в России 5 тысяч детей. Недавно провели для них блестящий вечер-концерт в День защиты детей в Снегирях президентской здравницы. На мой взгляд, сейчас наступил момент истины. Или мы вместе дружно боремся против нацизма и фашизма, помогаем Донецкой и Луганской республике, боремся за свое достоинство, достоинство наших воинов, отцов, победителей, наших полководцев. Или все это снова превратится в тот вызов, с которым накануне Великой Отечественной войны Европа не справилась. Мы готовы максимально поддержать все усилия нашей власти по поощрению патриотических сил, которые есть на Украине, есть в нашей стране. Считаем, что предстоящие выборы на Украине – это выборы, которые имеют не только украинское, но и общеевропейское значение. Или мы все вместе дадим бой нацизму, бандеровщине и пароховщине, которая там разлагала и уничтожала страну. Или снова эта больная рана возбудится и каждый из нас почувствует, насколько это мерзко и опасно. Я обращаюсь к президенту возвысить свой голос в защиту. Субтитры создавал DimaTorzok